Шалом мир вам дорогие, рады быть с вами, да, сегодня тоже замечательный, прекрасный, чудесный Господний день. Амин. И знаете, то, что сегодня говорил Сергей, я буду некоторые сегодня стихи тоже читать оттуда из исхода 19 главы, это интересно, я даже не думал. Но у меня есть такой вопрос, знаете, часто много идет разговоров по поводу мессианских общин, да, вообще, что это, зачем это и так далее, то есть, сколько у вас евреев, сколько не евреев, вот и так далее, то есть, и интересно, что даже иногда с людьми, которые посещают мессианские общины, им задаешь тоже вопрос, а вот, ну вот вы ходите в мессианскую общину, а что это, да, а зачем это вообще вам надо, допустим, вы не еврей, да, и что же вы там вообще делаете в этой мессианской общине-то, и что-то делаете, да, вот, и знаете, очень много различных ответов, и я бы хотел, чтобы сейчас каждый задал этот вопрос себе, ответил на него, вот, что же вы все-таки здесь делаете, зачем вы здесь находитесь, это провокационный вопрос, понимаете, да, но для того, чтобы запустить двигатель, для того, чтобы вы начали на него отвечать, вот, и знаете, интересные ответы, ну, например, один человек говорит, о, я хожу в мессианскую общину, потому что это весело, вот, и, да, всегда так задорно, и так весело, и все, как бы, так, всегда такие шутки, анекдоты, и все остальное, то есть, это, это, это классно, вот, кто-то говорит, ой, вы знаете, мессианская община, это супер, потому что там же есть евреи, вот, а на евреях особо есть помазание, вот, и рядом с ними потрешься, и тебе что-нибудь перепадет, вот, ну, и, в общем, такие, знаете, вот, есть разные такие, вот, моменты, мнения, впечатления, и все остальное, то есть, вот, например, ну, вы знаете, я служу с евреями за Иисуса, да, и евреи за Иисуса имеют такое, как бы, определение, вообще, для чего они существуют, такой, как бы, скажем, девиз, да, мы существуем для того, чтобы сделать мессианство Иисуса неизбежным вопросом и понятием для нашего еврейского народа во всем мире, то есть, определение, да, вот, я еврей, я верю в Иисуса, я бы мог уже сказать, что я еврей за Иисуса, да, но для того, чтобы стать частью евреев за Иисуса, нужно, например, разделять это мнение, да, то есть, чтобы вот это вот, этот девиз, этот, ну, лозунг, да, или этот путь, по которому идут евреи за Иисуса, это стало частью моей жизни, вы меня понимаете, да? То есть, тогда только в действительности я могу стать евреем за Иисуса, а иначе, даже если я еврей, верю в Иисуса, да, я, с одной стороны, вроде еврей за Иисуса, но, в конце концов, я не разделяю до конца это понятие, и я не становлюсь евреем за Иисуса в том отношении, в котором себя, как себя отождествляют евреи за Иисуса. Или, например, в нашей общине у нас есть тоже такой определенный девиз или миссия нашей общины, вообще, для чего мы существуем. И мы существуем для того, чтобы мессия Иисус стал Господом и Спасителем для каждого еврея и не еврея в нашем городе, чтобы приходящий в общину мог стать частью семьи Божьей, обучаясь истинным Божьим, возрастая в поклонении Богу, общаясь с братьями и сестрами, служа своим даром для созидания тела Мессии. И знаете, когда люди хотят стать частью нашей общины, или пройти через водное погружение и так далее, и даже если это евреи, я все равно задаю вопрос, а вы готовы стать частью нашего видения? Вы готовы существовать и жить для того, для чего существует наша община? Разделяете ли вы этот взгляд и готовы ли вы для этого посвятить свою жизнь, для того, чтобы в действительности таким образом служить Богу? Потому что если вы не готовы, то вам незачем быть частью нас. Вы можете быть частью любой другой церкви сегодня, общины и так далее, у которых есть свои приоритеты, свои взгляды и так далее и тому подобное. Знаете, у евреев за Иисуса есть любимый такой еще стих из Писания, который является тоже как определенным таким девизом. Это Исайя 40 глава, 9 стих. «Взайди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам иудиным, вот Бог ваш». Важное определение, важный лозунг. И знаете, в жизни нашей это может остаться лозунгом, но также, если мы примем то, что говорит пророк, это станет не просто лозунгом, это станет определением нашей жизни, это станет направлением нашей жизни, это будет то, для чего мы будем жить. Чтобы не только услышать Слово Божие, но также его и исполнить в своей жизни. Амин. Пророк говорит, обращаясь к благовествующему Сиону, обращаясь к благовествующему Иерусалиму. И знаете, сразу возникает вопрос, на который многие бы дали бы ответ сегодня, но это все определено только евреям. Ну, здесь же сказано, Сион, Иерусалим, значит, это все тем, кто называется сегодня евреями. И то, как к ним пророк сегодня обращается, и эта весть не является важной сегодня для всех остальных. Она не актуальна. Потому что вопрос идет к евреям. Ну, знаете, очень интересно, что, когда пророк обращается, и он говорит, благовествующий Сион, благовествующий Иерусалим, то подразумевается тут же сразу такой очень интересный факт, что обращение в итоге идет не ко всем евреям, а только тем, которые являются благовествующими. И надо было бы дать ответ на вопрос, кто же такие эти благовествующие, да, что это такое вообще, чем его едят. И я бы сказал, что в лучшем случае нам это в действительности очень важно и понятно, объясняет нам Новый Завет, что же такое вообще есть благая весть. Ну, мы так просто можем ответить, да, добрая весть, хорошая весть. Кто более уже продвинут, можно сказать, Евангелие. А Писание вообще в Новом Завете, оно нам открывает эту истину и говорит, что же на самом деле такое является Евангелие. Это первое послание к Коринфянам, 15 глава, 3-4 стих, где Павел, обращаясь к Коринфянам, он говорит, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам и принял то, и что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Итак, Павел говорит, что благая весть Евангелия – это есть весть о том, что Мессия Иисус, Он умер за наши грехи, был погребен, и в третий день воскрес из мертвых. Очень важная весть, которую должен знать каждый спасенный человек. И знаете, интересно, что Павел в 1-2 стихе, он говорит, «Напоминаю вам, братья Евангелия, который я благовествовал вам, которым вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Итак, очень интересно, да? Он напоминает нам о Евангелии, и он говорит, говоря об этом Евангелии, что мы что сделали? Мы приняли это Евангелие, да? Мы в нем утвердились в этом Евангелии, то есть оно стало частью нас, и в итоге мы можем и проповедовать это Евангелие. Потому что, почему я сказал, что не каждый еврей сегодня является благовествующим? Потому что не каждый может дать то, чего у него нет. Это элементарно. Если вы хотите благословить брата или сестру, например, 50 гривен, то для того, чтобы это сделать, вам нужно иметь эти 50 гривен. Вы понимаете, да? То есть, я хочу, я вот благословляю, ну, придешь ко мне через год, когда у меня это будет. Мы можем дать только то, что мы имеем. Поэтому, если в действительности идет обращение благовествующему, то обращение идет к тому, кто это Евангелие уже получил, кто его принял, кто в нем утвердился, и кто сегодня в действительности, имея, может поделиться им. И знаете, я открою вам еще один секрет. Пророк, обращаясь к благовествующему Сиону и благовествующему Иерусалиму, обращается не только к спасенным евреям. Он также и обращается и к спасенным неевреям. Если вы помните послание к Ефесянам, во второй главе Павел открывает эту тайну, что в Мессии и Иисусе Бог примирил обоих, сделав из обоих одно тело. Вы помните, да? Из еврея и нееврея посредством крови, которая была принесена на Голгофском кресте, Бог сделал одно тело. Поэтому, когда сегодня Бог обращается к своему телу и говорит, благовествующий Сион, благовествующий Иерусалим, Он обращается как к евреям, которые имеют спасение, также и к неевреям, которые имеют спасение. И знаете, Он ожидает. Он ожидает от нас следующих действий. Он ожидает того, что мы, как здесь сказано, взойди на высокую гору. Он обратился к тебе и сказал, взойди на высокую гору. Я проповедник Евангелия. Но я не готов сегодня делиться Евангелем с кем-либо. Я проповедник Евангелия. Но я не готов сегодня выйти на улицу и сказать людям о спасении. Я проповедник Евангелия. Но у меня нету силы сегодня в голосе. Я не получил еще какого-то образования. Я сегодня не имею еще какого-то удостоверения для того, чтобы идти и говорить людям о спасении. Бог через пророка сегодня обращается к тебе и говорит, взойди на высокую гору. Вы знаете, для чего нужно взойти на высокую гору? Для того, чтобы тебя, проповедника Евангелия, было видно. Для того, чтобы когда ты будешь проповедовать Слово Божие, ты был просто видим. Потому что если ты спрятался где-то за кроватью, под кроватью, и пытаешься оттуда из себя выдавить, Иисус любит вас. То сомнительно, что даже близкие люди, находящиеся рядом с тобой, услышат тебя. Поэтому, знаете, Мессия Иисус говорит, обращаясь к нам из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава, 14 по 16 стих. Высвет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажевший свечу, не ставят ее под сосуд, но на подсвечнике и светит во всем дом. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Знаете, у пророков было всегда такое важное поручение, когда они должны были провозгласить Слово Божье, то они это не делали на кухне. Они всегда, знаете, приходили в то место, где было скопление народа. Это обычно площади, знаете, у входа ворота, рынки, там, где действительно собиралось много людей. И некоторые из них находили какой-нибудь еще такой себе, знаете, подиум, на который они взбирались, для того, чтобы их было видно, для того, чтобы провозгласить Слово Божье. Я помню в 2004 году мы проповедовали на Брайтон-Вич, и, знаете, с нами был один брат такой замечательный, вот, он немножко говорил по-русски. И он притащил с собой такую тяжелую деревянную табуретку. Ну, может быть, вы кто-то старшее поколение, может быть, помните, были такие тяжелые деревянные табуретки, куда еще можно было так руку всунуть и переносить ее таким образом. И вот он поставил эту тяжелую деревянную табуретку на Брайтон-Бич, залез на нее, знаете, открыл Слово Божье. И уже все проходящие люди проходили и смотрели, кто же это такой странный человек в современном мире, стоящий, знаете, на табуретке и что-то еще там говорящий на ломаном таком русском языке. Ну, на Брайтон-Бич, просто, чтобы услышать английскую речь, это редкость. Хоть это Америка, но там практически все говорят по-русски. Поэтому он, американец, итальянского происхождения, знаете, пытался говорить по-русски для того, чтобы Евангелие было услышано. А для того, чтобы оно было услышано, он хотел себя сделать видимым, забравшись на эту табуретку. пророк, обращаясь к нам, дальше говорит, знаете, недостаточно того, чтобы тебя еще увидели. Недостаточно. Потому что люди увидят тебя, да, у них появится какой-то интерес, ты вот перед всеми стоишь, тебя видно и так далее. Но нужно еще, чтобы тебя услышали. Поэтому он и говорит, зайди на высокую гору и потом говорит, возвысь к силу голос твой. Вы были когда-нибудь на привозе? Все были, да? Скажите, вот когда вы идете, ну вот когда там на привозе вот все происходит, вся торговля, там торги и так далее, то есть разговаривать, вот вы с кем-нибудь идете, вы спокойно можете? Ну то есть приходится разговаривать так, ну намного громче, чем обычно, да? То есть для того, чтобы сосед тебя услышал. А если вы тот Божий пророк, которому Бог сказал, зайди на возвышенную гору, да? Еще и возвысил и голос твой. Для чего он говорит это? Потому что, представьте, этого пророка, который находится на привозе, и ему нужно провозгласить Слово Божье. И для того, чтобы его услышали, ему, знаете, немножко нужно усилить свой голос. Потому что, когда он обычно говорит, его не все слышат. если я сейчас уберу микрофон, то меня сзади уже не слышно, правда? Слух, хорошо. Знаете, но когда мы приходим в такие места, где в действительности скопилось очень много людей для того, чтобы нас услышали, да, нам нужно серьезно возвысить голос и сказать, так говорит Господь. Для того, чтобы нас услышали. И может быть, кто-нибудь даже проснулся в это время. Кто-нибудь воскрес, да, аминь. Поэтому Бог говорит, знаете, что взойди на высокую гору, чтобы тебя было видно, возвысить силу голос твой, для того, чтобы тебя было слышно. И потом, знаете, он еще раз говорит такие интересные слова, возвысь, не бойся. Потому что на самом деле вопрос в том, что вдруг, когда мы приняли решение, услышав Божий призыв, что пришло время осуществить то, к чему нас Бог призвал, и выйти, и проповедовать Евангелие, оказывается, что вдруг начинают труситься коленки, знаете, внутри что-то происходит. И когда ты хочешь возвысить голос, у тебя как бы смыкаются связки. Что это такое? Мне всего лишь страшно. так почему тебе, помазаннику Божьему, призванному проповедовать Евангелие всякой твари, почему вдруг тебя сковывает страх? Вы знаете, мы посещали людей по квартирам, там, беседовали с ними, молились за них, там читали Слово Божие, вот, и я вообще не призвал людей к тому, чтобы они поучаствовали в этом. И, знаете, так говорил, говорил о том, что это замечательно, это хорошее общение, это такой вот духовный рост, это вообще обновление для человека и так далее. и когда мы договорились встретиться, люди, которые пообещали прийти, часть из них не пришла. Потом они все-таки несколько человек подошло к обеду, мы договорились с утра встретиться, подошли к обеду и одна сестра честно сказала, вы знаете, я всю ночь не спала, я, говорит, не могла сомкнуть глаз, меня всю трусила, я как только себе представляла, что я позвоню в какую-нибудь квартиру и меня тут же говорит, все замыкало, говорит, я не могла даже вымолвить слово. Страх. Страх. В действительности страх это то, что чаще всего мешает спасенному человеку проповедовать Евангелие. Это чаще всего именно то, что мешает спасенному человеку проповедовать Евангелие. Есть еще один момент, это стыд, но я не буду сегодня о нем говорить, но чаще всего это страх. И знаете, прекрасным примером в этом отношении является апостол Павел. Деяниях 18 глава рассказывает о том, как Павел пришел в Коринф, вы помните, да? и события там происходили такие, что я считаю, что это было очень успешное служение. Очень успешно. Потому что там написано в 8 стихе, что Крисп, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Начальник синагоги уверовал, многие коринфяне уверовали, многие люди крестились, прошли через погружение. Я определяю это служение апостола Павла в Коринфе как успешное служение. Есть у кого-то сомнения по этому вопросу? Если сегодня мы услышим, что где-то начальник синагоги уверовал. Это событие. Об этом будут говорить везде, да? То есть мы будем друг другу это передавать и говорить, ты знаешь, вот так вот произошло, Бог открылся человеку, и он не посмотрел на свое положение, на свою должность, да? Он принял Ишуа и так далее, то есть мы радуемся. В то время это было так же. Это было успешное служение апостола Павла. Но знаете, очень интересно, что 9 стих говорит, что Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай. Несмотря на то, что был успех в служении, несмотря на то, что он хорошо двигался, знаете, проповедовал Евангелие, люди обращались, все шло как бы внешне своим чередом, и никто из его братьев, находящихся рядом, сестер, никто не мог определить, что находилось у Павла внутри. потому что часто мы смотрим друг на друга, знаете, мы видим лицо, но мы не видим, что происходит внутри человека, поэтому, знаете, когда задаешь вопрос, как дела, брат, слава Богу, но что на самом деле происходит, порой мы не можем понять, что внутри человека. И знаете, никто не увидел и ничего не понял, но Бог видел, что происходило внутри Павла, и поэтому Бог пришел ночью к Павлу и сказал Павлу, Павел, не бойся, потому что Павел, он уже собрался, знаете, из Коринфа уходить, несмотря на то, что было все успешно, все проходило хорошо и так далее, страх пришел в жизнь Павла. Это, знаете, это для нас хороший, как бы тоже такой пример в том отношении, что другие люди тоже боятся. Другие люди тоже боятся. Как сказал один человек, что герой это не тот, кто боится, кто не боится. Герой это тот, кто боится и идет и все равно делает. Вы понимаете, да, разницу? боятся все. Может быть, не боятся сумасшедших, но боятся все. Поэтому Павел, когда писал к Коринфянам во второй главе, третьем стихе, он говорит, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. То есть, он открывается им, знаете, спустя какое-то время, он им открывается и говорит о том, что в действительности когда я был у вас, то я имел такие переживания и проблемы, я находился в страхе. И если вам сегодня порой страшно, то это может быть с какой-то стороны даже нормально. Но не нормально, если мы подавлены этим страхом, если мы под давлением этого страха мы сгинаемся и не поднимаемся и ничего не хотим делать, вот это страшно на самом деле. Потому что страх, он не приходит от Бога. Так говорит Писание, что Бог не дал нам духа страха. И Бог, обращаясь к Павлу, Он говорит, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слово Божие. Было ли ему страшно? Было. Но Бог ему сказал, чтобы он не боялся, что он будет с ним, и Павел оставался и продолжал делать то, к чему Бог его призвал. Страшно ли тебе сегодня? Может быть. Но Бог сегодня говорит тебе так же, как Он говорит Павлу, «Не бойся, не умолкай, иди делай мое дело, проповедуй Слово, и я благословлюсь». Здесь дальше пророк говорит, «Скажи городам иудинам». Знаете, и это очень важный момент. Почему? Потому что речь идет о том, чтобы мы с вами проповедовали Слово евреям. чтобы проповедь Евангелия, она включала в себя проповедь евреям. Именно Павел, он это очень хорошо понимал. Павел был апостолом-киязычником. Все это помнят, да? Он был апостолом-киязычником. Но когда мы читаем его историю, когда мы читаем его проповедь, мы видим, что когда он приходил в любой город, то он начинал проповедовать синагоги. Он начинал проповедь с евреев. Везде, куда Павел не приходил, он всегда говорил во-первых, иудею. И это его любимые слова, как он говорит в римлянах в 1 главе 16 стихе, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом иелину». Знаете, Павел знал что-то очень особенное. Для него было открыто что-то особенное. Почему он начинает всегда свою проповедь с того, что он приходит к еврейскому народу и начинает проповедовать им? Знаете, некоторые даже богословы говорят о том, что это была большая ошибка Павла. Из-за своей любви к еврейскому народу он не сделал всего того, что он должен был сделать, или еще чего-нибудь такого плана. Ну, а знаете, это не была ошибка Павла. он просто очень хорошо понимал план Божий для избранного еврейского народа. И поэтому, когда он куда-либо приходил, он начинал свою проповедь, именно начиная с проповеди с еврейского народа. Павел знал, что еврейский народ, он избранный народ. Знаете, сегодня часто тоже задается вопрос, для чего вообще еврейский народ избран. и порой некоторые люди, они отвечают на это для того, чтобы быть богатыми, для того, чтобы быть какими-то знаменитыми артистами, учеными. И можно было бы, конечно, согласиться с этим, потому что в действительности, знаете, я помню, как-то я посмотрел список самых богатых людей России, и там перечень, по-моему, пяти первых фамилий, это были еврейские фамилии. Самые богатые русские было написано, самые богатые русские, да, и первых пять фамилий, это были еврейские фамилии. Или, знаете, посмотреть сегодня, например, на артистов, да, большая часть из них действительно евреи, много из этого народа ученых и так далее, да, о чем это говорит? Это говорит, что в действительности на этом народе есть особое помазание, есть избрание, но, знаете, избрание, оно не было заключено в том, чтобы быть самыми богатыми, чтобы быть самыми умными, чтобы быть какими-то самыми такими выдающимися, и на самом деле так оно не происходит тоже. Мы видим то, что мы видим, но есть то, чего мы не видим, и есть совершенно небогатый, есть совершенно неумный, и такие тоже есть. Так к чему же Бог избрал этот народ? Исход 19 глава, 5-6 стих. «Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым, вот слова, которые ты скажешься нам израилевым». Бог, обращаясь к народу израилева, говорит такие очень важные слова. «Если ты будешь слушаться и если ты будешь исполнять, то ты будешь моим уделом». Я думаю, что уже многие знают, что такое удел, да? Современным словом как мы можем это слово определить? Как? Современным словом, таким очень сегодня любимым, словом, среди людей. Частная собственность. Вы понимаете, да? Бог говорит другими словами, что ты будешь моей частной собственностью. Ты мой удел, ты моя частная собственность, но для того, чтобы тебе оставаться моей частной собственностью, да, тебе нужно меня слушать и исполнять мое слово, он говорит. и в результате того, что ты являешься моей частной собственностью, ты будешь исполнять еще одну очень важную роль. Ты будешь священником и народом святым. функция священника. С одной стороны священник служит Богу, с другой стороны священник служит людям, народу, да? Ну, в колене, в народе израильском было колено Левина, да? И это колено, оно было священническим коленом. И мы знаем, да, с одной стороны они служили Богу, а с другой стороны они служили остальным коленом, всему остальному народу. Это была их функция. Но здесь Бог, обращаясь ко всему народу, говорит, что весь народ является этим священником. И если весь народ является священником, то с одной стороны нам понятно, что он служит Богу, а кому он служит с другой стороны. другим народом. Помните, это поручение, да? Это функция, которую должен был исполнить Израиль, благовествовать другим народом, а едином, живом и всемогущем Боге, сотворившим небо и землю. Это функция Израиля быть свидетелем для всех окружающих народов. Поэтому Павел понимал, что Бог призывает к тому, чтобы проповедовать Иудею именно по этой причине, потому что еврейский народ призван к тому, чтобы быть свидетелем, к тому, чтобы быть тем, кто понесет Евангелие другим остальным народам. Есть интересная статистика, что из десяти уверовавших евреев в Иисуса шесть становятся служителями. Слышите, да? Шесть становятся служителями. Это хороший такой показатель. Это хороший показатель. И поэтому Павел понимая, это он шел и проповедовал Евангелие, во-первых, Иудею, а плюс есть еще хорошее такое, знаете, пророчество или обетование, которое записано в Захарии в 8 главе 23 стихе. Так говорит Господь Саваоф, «Будет в те дни возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудеи и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Знаете, я как-то для себя сделал такое определение. Видимо, поэтому в мессианских общинах всегда существует большой процент неевреев. потому что находят одного еврея, десять человек хватаются за его полу и говорят, идем туда, где есть твой Бог. Но с другой стороны, я заметил очень потрясающий факт, что когда мы проповедуем Евангелие неевреям, вернее, евреям, извините, во-первых, евреям, что когда мы проповедуем Евангелие евреям, вы знаете, по статистике ко спасению приходит большая часть неевреев. Это удивительно, но это факт. Вот мы идем, когда проповедовать Евангелие, знаете, и мы как бы ставим перед собой цель, во-первых, еврею. И мы проповедуем Евангелие, во-первых, еврею. Но потом, когда мы делаем какие-то подсчеты, смотрим, что же мы сделали и так далее, и мы вдруг обнаруживаем, что мы проповедовали евреям, но, к примеру, спаслось пять евреев и пятьдесят неевреев. Бог каким-то таким чудесным образом действует именно в своем обетовании, призывая каждого из нас к тому, чтобы мы с вами проповедовали Евангелие евреям. но все-таки что же нам делать как мессианским верующим? Все, наверное, помнят обетование, которое записано в бытие 12 главе 3 стихе. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну и благословятся в тебе все племена земные. Каким же образом мы можем благословлять этот народ, чтобы в итоге мы сами и наши народы были также благословенны? Ну, во-первых, Писание говорит о молитве. Знаете, я знаю, вот в вашей общине есть постоянная молитва за Израиль, да? Если вы не участвуете в этом, присоединяйтесь. Это очень важно. Молитесь за Израиль. Это очень важно. Поэтому Писание так говорит, да, что это особое благословение, когда вы молитесь за этот народ, и Писание призывает благословляйте Иерусалим. Я помню, когда-то была такая даже табличка, да, где было написано, что чтобы ты так ел, как помолился за Израиль. И я думаю, это уже важный такой момент, знаете, молитва. Но это еще не все. Это еще не все. Это только начало. Но есть еще и другое, да? Это жертвы для того, чтобы благословлять этот народ, для того, чтобы, знаете, осуществлять различную помощь этому народу и так далее. И сегодня я скажу вам, что когда мы разговариваем с многими христианами, многие открыты к тому, чтобы благословлять Израиль в молитве, многие открыты к тому, чтобы благословлять финансово, знаете, оказывать какую-то социальную помощь там и так далее. Но вот когда подходит вопрос к третьему, не менее важному, а может быть, часто даже более важному вопросу, это вопросу, как благословить еврейский народ, это идти и проповедовать Евангелие этому народу, вот тут возникает такое, знаете, какой-то стопор. Мы готовы молиться за этот народ, мы готовы жертвовать деньги для этого народа, но проповедовать Евангелие мы ему не готовы. И знаете, у меня возникает часто вопрос, ну почему же? Почему же так? Вы готовы увезти этот народ весь в Израиль неспасенными? И я как бы вот порой не вижу разницы, где этот народ неспасенный умрет вот здесь в Украине или он там умрет неспасенным и пойдет в ад в Израиле. Я не вижу никакой разницы. Для меня, как для еврея, это даже, знаете, иногда больно, потому что я знаю, как трудно проповедовать Евангелие в Израиле. Но когда я говорю о том, что мой народ нуждается в том, чтобы ему сказали эту благую весть о том, что их Мессия, Иисус, который пришел в первую очередь для них, умер за их грехи и воскрес из мертвых, у христиан закрываются рты. И многие начинают, знаете, говорить такую ложь. Мы любим еврейский народ, поэтому мы не хотим их обидеть. Мы любим еврейский народ, поэтому мы не хотим причинить им еще одну боль. Если мы будем говорить им об Иисусе, если мы будем говорить им о спасении, это будет их беспокоить, это будет их травмировать, они будут злиться, они будут на нас обижаться, мы не хотим этого делать. Это ложь, которую сегодня посеял дьявол среди христиан. Если ты любишь, то ты желаешь спасения для своего ближнего. Если ты любишь своего отца, если ты любишь свою мать, если ты любишь своих детей, если ты любишь своего мужа, свою жену, своих родственников, то ты желаешь им спасения. И если ты любишь еврейский народ, то ты также должен желать им спасения. молись за него, молись за него, жертвуй для этого народа, и также проповедуй Евангелие. И делай это, как говорит пророк, взойди на высокую гору, благовествующийся он, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудинам, вот Бог ваш. Давайте побоимся.